Приветствую вас, Девка Екатерина. Давайте разберем ваш вопрос. Итак, вы пишите. У меня смутно сложилась ситуация. Я такой человек, у меня навсегда, когда образовалась ссора, съесть и поговорить. Смотрите, здесь вы говорите сразу о нескольких вещах. Первое, я такой человек означает, что вот я такая и все, но вы можете измениться, вы можете меня ться. Это не значит, что вы меняетесь лучше или в худшую сторону, это значит, что вы меняетесь просто и весь вопрос в том, хотите ли вы меняться. Дальше. Ссора не возникает просто так. Ссора возникает в результате определенных событий, определенных явлений. Для того чтобы лучше понять, как возникает ссора, вам можно почитать в интернете про психологическую игру скандала. Могу сказать, что ссора возникает при слабых личных границах, при сдерживании определенных чувств, то есть, ну, это происходит на постоянной такой основе, да. Ну и при некоем, при некоем таком страхе близости. Вот, потому что ссора, по сути, разрядка напряжения. Ну и что, мне кажется, будет особо специфичным в вашей ситуации, это то, что, своего рода ссора, это замена сексуальной активности между партнерами. Вот, поскольку у вас есть некоторые проблемы в этом, то как бы здесь вот все как бы становится понятно. Следующий момент, это то, что вы не можете находиться, судя по всему, наедине само собой. Либо вы не можете находиться в ссоре, а вам некомфортно. И не то, чтобы это было чем-то плохим. Ну, условно говоря, это ваш выбор, да. Стараться, там, помириться. Здесь, правда, очень важно, какое значение вы вкладываете в помириться, потому что, вот, вы пишете, там, дальше чуть вперед, что забегаешь, что спрашивал месяц, вы помирились, но на итоге ничего хорошего. Так, а примирение это как? Ну, то есть, какие-то решения, какие-то, к чему-то пришли, вот, или, не знаю, к семейному психологу обратиться, решили, да. То есть, как бы, что вы понимаете, будет примирение здесь, поэтому тут, как бы, тоже такой нюанс. Ну, хорошо. Выходить, поговорить и помириться. Хорошо, хорошо. Но у вас, как будто бы, нет выбора. То есть, вы не можете не пытаться поговорить и помириться. И вы это делаете уже для себя. Этим вы пытаетесь решить уже некоторую свою проблему. Не проблема мужчины. Дальше. Как-то, вот, при том, что вы довольно общительный, открытый человек, который, судя по всему, нуждается в внешнем ресурсе. То есть, вам, вот, почему-то внутреннего ресурса не хватает своего. То ли вы требуете от себя слишком много, то ли обесцениваете свой ресурс, то ли возвеличиваете внешний, не понятно. Но, на мой взгляд, так. А, при том, что вы вот такой, вы выбрали мужчину, мужа, который совсем другой, который вам не откликается, который молчит. И вы с ним разводите, потом разомиритесь. Не очень, не очень, не очень ясно, как и не очень ясно, на какой основе у вас появляется ожидание, что все будет хорошо. Как и не совсем ясно, откуда у вас ожидание подарков и комплиментов. Да, правильно сказал. Но, тем не менее, мужчина достаточно другой. Это ощущение, что вы его не принимаете. Пытаетесь поменять. Момент. Момент. То есть, вы к нему как относитесь? Вы всё к нему чувствуете? Сейчас. Дальше, вы говорите, уехала от него с ребёнком, прошёл месяц, мы помирились. Поэтому, вы говорите, что идти мне некуда. Непонятно. По факту, сейчас вы хотите сказать следующее, что мне некуда идти. И поэтому я должна понять, что не устраивает моего мужа, чтобы мне было комфортно. Знаете? Это полностью зависимая позиция. И не самостоятельная. С попыткой подстроиться, раствориться в другом человеке, что ещё больше делает вас зависимо и обесценивает вас как человека, как женщину, как личность, как жену и так далее. Понимаете? Вам бы здесь как раз таки обратить внимание на саму себя. Вам здесь как раз таки постараться увидеть свою собственную ценность. Постараться видеть свои собственные векторы движения вперёд. И если вам некуда идти сейчас, то постараться как бы организовать всё так, чтобы у вас появились ресурсы на то, чтобы приобрести место, куда бы вы могли уйти. Вот. Но такое ощущение, что как будто бы в ту сторону вы вообще не смотрите. В вашей реальности вы можете угодить человеку, его будет всё устраивать. Но что если вы просто друг другу не подходите? Что если вы слишком разные люди? Что если то, что вас когда-то объединяло, сейчас уже не работают? Что если вам нет ничего общего? И если честно себя спросить, вот вы, Некатерина, постарайтесь честно себя спросить и ответить. Если бы, если бы вам был куда идти, вы бы пытались понять, что не устраивает вашего мужа или нет? Ответьте себе честно на такой момент. Вы ведь пытаетесь его поменять постоянно. Вы преступляете ему претензии за то, что он молчит. Вот. Он такой человек. Любите ли вы его, если пытаетесь переделать? Следующее. Спросите себя. Ссоры. Ваши ссоры, о которых вы говорите, было очень много. Ваши ссоры. Ваши ссоры, они... Вот какой вклад ваш в эти ссоры? Вот именно ваш вклад? В конфликт к конфликта. Какой, какой. Вы сами как думаете. Мне было бы очень интересно, не просто обратить ваше внимание, мне было бы очень интересно об этом с вами поговорить, потому что мне кажется это весьма и весьма важно то, что, ну, образно говоря, образно говоря, то, что по-моему вот составляет вашу активность в образовании конфликтов, скажем так, потому что сейчас, если вас послушать сейчас, получается такая история, что ссоры возникают, знаете, сами собой, как будто, но ведь так не бывает, понимаете, не бывает, не бывает так, что, ну, чтобы ссоры возникали, возникают сами собой. Вы в них вносите вклад, вы вносите свой вклад в сорок. Муж тоже, конечно, вносит свой вклад, безусловно, но вы это делаете тоже. И своего вклада вы не видите пока что. Моя задача научить вас видеть это. Моя задача помочь вам видеть себя в этом как раз аспекте. и действовать, ну, как бы, более, может быть, осознанным. Ваш вопрос пока что звучит, мягко говоря, деструктивно. Как мне, что его не устраивает. Нормально стало скучно со мной. То есть, свой вопрос вы задаете про него. Про него. Вы задаете свой вопрос, спросите про него. Не про себя, про него. Это, наверное, что вас интересует. больше он, а не вы. И в таком случае, если, если вас интересует больше он, а не вы. Что это значит? Если меня он интересует больше, чем я там, к примеру. Вот. Рырывается. Это, наверное, не вы. Если вы себе сможете ответить на этот вопрос. То, возможно, у вас появится ресурс двигаться дальше. Возможно, появится ресурс продолжить движение, начать движение. Такое, знаете, самостоятельное, скажем так. Вот. Сейчас у вас такой возможности нет, потому что вы зависимые вынуждаетесь в человеке. Грубо говоря. Грубо говоря. Грубо говоря. Вот. Но это, если у вас такое желание будет, это можно подкорректировать. Но только при том условии, если у вас такое желание есть. Если вы хотите эту ситуацию изменить. Если же угадать человеку, пытаться угадить, то спросите себя вот о чем. Какой смысл? Какой смысл говорить вам, что все хорошо, ты мне угодила? А ведь тогда вы перестанете что-то делать для человека, и если вы перестанете что-то делать для человека, то будет только хуже. Так зачем же мне в таком случае что-то менять, зачем же мне демонстрировать вам, что да, наконец-то все устроило меня, что да, наконец-то теперь, ну вот теперь мне нравится все в тебе. Самое главное, ответьте себе на вопрос, вы этого хотите, вы считаете что вас выживаете так, такого вот отношения к себе. Только, только, только потому, что вам некуда идти. В этом все. Пожалуй, я бы конечно рекомендовал вам крепко, крепко подумать, вот подумать, что вам может быть вообще интересно жить, да, что кто вы сами, вам стоит подумать какую мысль вы транслируете своему ребенку. Потому что, ну, то что вы транслируете ему о некоторых мыслях, это на мой взгляд совершенно очевидно. Вот, и мне кажется, что ребенку совсем нехорошо от того, что он видит, ну просто потому что, извините, это его мама, мама, условно неудовлетворена, неудовлетворена, несчастлива и как бы ничего хорошего в этом в общем нет. Поэтому подумайте, этого ли вы хотите, да, и что дальше вы собираетесь делать. На этом все, надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи, буду благодарен за отклик на мой ответ.